всем привет меня зовут саша вы на канале посылки из китая очередное видео очередной конкурс условия расскажу где-нибудь в середине может в конце не знаю смотрите внимательно не пропускайте а мы начинаем первая посылочка и здесь у нас просто маленькие батарейки точнее не батарейки адаптер для батареек наверное у всех бывало ситуации когда в доме есть батарейки формата 3 она очень необходимы в данный момент формат 2 а поэтому на помощь могут прийти вот такие вот контейнер который преобразует маленькие батарейки чуть больший размер сам по себе контейнер стыкуется очень просто и разнимается также просто небольшое надламывание ставили батарейку защелкнули и устанавливаете в нужную вам вещицу в нужный вам прибор и вот показываю наглядность работы этих контейнеров то есть маленькие батарейки сделали большими вещь хорошая вещь рабочая доволен покупкой можно закинуть вместо где у вас хранятся все ваши батарейки и в случае необходимости воспользоваться этим контейнером стоит недорого вещь полезная вот такой маленький брелочек приехал мне с гербеста была какая-то полуакция что-то там доллар он стоил я решил бы себе прикупить такого плана я уже заказывал себе дарт вейдера где-то валяется дома в игрушках у детей ну вот теперь еще будет учитель этот не знаю что я не смотрел звездные войны издает приблизительно такого же плана звук и свечутся глаза достаточно симпатичная штуковина здесь у нас находится нить игла и очень-очень вонючая оплетка на руль я ее распаковал и сейчас такой смрад стоит около меня от этой оплетки бывает ужас по качеству ну естественно это не кожа стоила копейки прошита достаточно все аккуратно ровненько и если вы хотите там продать кому-то срочно машину вас руль ужасном состоянии то достаточно неплохой вариант купили за копейки повесили на руль прошили ее инструкция как прошивать есть многих на каналах если вдруг кому-то интересно можете посмотреть а так ничего сложного иглой прогоняйте по этим же швам насколько я понимаю и у вас это оплетка крепится на ваш руль по самому качеству долго она вряд ли прослужит материал достаточно хреновенький на первый взгляд фонарь без батареек наверное можно поставить 18 650 и вот эти 33 а стоит этот контейнер плюс у нас имеется маленький такой шнурочек с хлипким кольцом который абсолютно бесполезный и много-много диодов сама фонарики передать на камеру свечение полосок на деньгах от этого фиолетового фонарика достаточно проблематично вот здесь я в данный момент могу насчитать ну наверное штук 20 различных полосочек вот здесь они еле-еле видны на камере я смотрю с долларами такая же ситуация то есть какие-то полоски вот допустим вот есть вот эта желтая полоса если светить обычным фонарем то она не такого цвета получается то есть если взять она видна что здесь находится полоска но то что она желтая и рассмотреть не получится ультрафиолетовым этим пусть будет ультрафиолетовый не надо даже прислонять его плотную купюре просто поднести там буквально с 5 сантиметров и полоска явно прорисовывается ну вещь рабочая качество исполнения конечно достаточно хреновая вот эта пружинка очень ненадежная насколько ее хватит я не знаю в момент закручивания ее в фонарик она куда-то закидывается запрокидывается туда вовнутрь и не с первого раза бывает фонарик включается то есть надо ее немножко будет поправлять то есть дожимать не советую я наверное все-таки эту вещь к покупке но ссылочку все-таки оставлю в описании если вдруг вас заинтересовало покупайте пользуйтесь кэшбэком ссылка на него также будет в описании для участия в конкурсе на 200 российских рублей обязательно поставьте лайк на это видео подпишитесь на мой канал если вы еще этого не сделали и напишите в комментариях какой из товаров вам понравился больше всего и не забудьте нажать колокольчик следующая посылочка вот такого плана два ёршка щетка сметка наверное какая-то да нет для окраски вот уже на спросил подсказывает что это штуковина для окраски волос очень мягкая вот это щетина знаете даже просто все можно релакс такой устроить если вам кто-нибудь будет чухать бороду ну на самом деле вот это пластмассе на очень гибкая причем она реально гибко не ломается а сами щетинки мягкие мне нравится хорошая вещь на первый взгляд конечно а здесь у нас находится вот такая вот сумочка вот так этот однолямочный рюкзак выглядит в принципе достаточно неплохая удобная вещица немножко натирает мне вот эта лямка но наверное с непривычки хотя может быть ничего не изменится в дальнейшем он оказался очень вместительный то есть данный момент у меня в рюкзаке находится коробка от телефона asus zenfone находится набор отверток китайский и также еще находится powerbank принципе еще место немножко в нем остается а сбоку имеется сбоку в рюкзаке здесь имеется отверстие пробовал просунуть сюда шнур от юсб микро юсб чтобы сделать полноценную зарядку вывод но не получается но 35 джек проходит без проблем то есть допустим вы закинули вовнутрь телефон и у вас здесь проводные наушники выходят из рюкзака и попадают в ухо вам не обязательно нужны карманы на одежде если у вас имеется вот такой рюкзак и его не рекламирую я его покупал за свои бабки поэтому не думайте что я вот тут сейчас нахваливаю сейчас скажу о минусах первый минус вот этот материал дермантин ну скорее всего он убьется достаточно быстро имеется пластиковый карабин тоже такого сомнительного качества и шлейки прошиты буквально одной нитью как быстро они отвалятся я не знаю но сутки он у меня продержался уже забыл добавить помимо основного вот этого здоровенного кармана еще имеется карман на лицевой стороне куда можно закинуть грубо говоря пачку с документами ну или также телефон если вы не слушаете музыку и вам не надо его закидывать большой карман для вывода наушников 4 из 5 по 5 бальной системе данный момент здесь находится полный комплект эндоскопа которая получилась китая инструкция в этом комплекте действительно важна и нужна здесь присутствует qr-код скачав по которому приложение вы сможете пользоваться полноценным эндоскопом шнуров для подключения к компьютеру и также диск наверное с той же программой также имеется три насадки это магнит это насадка крючок и эта насадка для просмотра под углом 45 градусов ну вот видите магнитится даже сам крючок если вы используете насадку магнит у вас на смартфоне получается вот такой вот прицел своеобразной и который достаточно мешает обзору неудобно что-то будет доставать делать то есть как по мне если бы китайцы сделали магнитное основание где-то вокруг самого эндоскопа вот этого основания камеры было бы намного практичнее ну наверное дороже я не знаю съем насадки происходит моментально снимаете вот этот кембрик и насадка выпадает вот из этого маленького отверстия крепежного на пульте имеется регулировка света то есть ярче либо вообще его потушить и также этой кнопкой вы делаете фотографии или делаете запись видео непосредственно смартфон фотография делается с этого пультика с видео почему-то выскакивает какая-то ошибка либо приложение надо обновить либо я в чем-то не разобрался сейчас покажу видео небольшое как я с помощью насадки крючка доставал цепочку из раковины видео конечно подставной цепочку я забросил сам но доставал реально с помощью этого эндоскопа хотя можно было достать с помощью магнита но если вдруг это было бы золотая цепочка то тогда в любом случае нужно было бы насадка крючок поэтому я попытался извлечь именно этой насадкой так и сейчас еще буквально в двух словах если вы хотите с помощью этого эндоскопа исследовать какое-то темное пространство если там вообще нет никакого источника света то вряд ли у вас это получится потому что свет пучок света который выделяет этот эндоскоп его достаточно приблизительно сантиметров на 15-20 то есть если вы будете светить в кромешную темноту то вы ничего не будете видеть если вы будете образно ползти по шлангу пылесоса то вы будете также вот видеть расстояние там ну 15-20 сантиметров и потихоньку продвигаться но за счет того что провод очень гибкий он не имеет никакого твердого плотного основания далеко вы никуда не залезть эндоскопом как только он вопрется упрется в какую-то поверхность он начинает гнуться и у вас ничего не выйдет если вы ничего только не доработайте не до колхозе ти сделайте какую-нибудь металлическую оплетку что было бы достаточно неплохо если бы китайцы это сделали сами ну цена была бы конечно другая так имеется вот такая цепочка имеется у нас канализационная труба цепочку забросили и пытаемся с помощью крючка эндоскопа ее оттуда вытянуть цепочки естественно не золотая какая-то просто обычная железка поэтому если вдруг не получится то ничего страшного пока я ее там не наблюдаю да она провалилась и нужно вот что-то блестит нет какие-то пузыри так воды эта штука вроде как не боится вот на на чуть нащупали эту цепочку и пытаемся ее поднять вот она вот эта цепь осталось только ее как-то теперь подцепить короче минут наверно 5 я ковырялся в этом водостоке по итогу все-таки получилось зацепить саму эту цепочку и вот она да дело конечно занятие это геморройная реально геморройная но в принципе при желании если вам надо что-то достать не разбирая канализационные эти трубы все не делая новый ремонт достать будет можно ну и также я думаю где-то в машине какую-то штуковину подцепить поэтому штука рабочая штука годная плюс еще как оказалось она водонепроницаемая ну или по крайней мере первое время это были все товары на сегодня не забывайте принимать участие в конкурсе ставьте колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео а я с вами прощаюсь пока